Добрый день, друзья! Наконец-то я на даче. Как только выбралась возможность, приехала сюда, чтобы посадить свои растишки из закруток. Вся душа моя за них изболелась, потому что мы не могли выезжать на дачи, а время для того, чтобы их высаживать давным-давно подошло. Посмотрите, какие большие у меня уже растения. Это редиска. Я в этом году посадила ее в закрутке не по длине, не по высоте туалетной бумаги, а половина высоты туалетной бумаги. Зашла она на второй день практически, наклюнулась. И вот, конечно, она вытянулась. Сейчас я в своей почве вдоль прохода буду делать луночки, чтобы, не загнув корни, эту редиску посадить, заглубить. Далее смотрим. Это пастернак. Я посеяла его с целью проверить, будет ли он схожим. Потому что пастернак очень быстро семена теряют схожесть. Он оказался в схожем. Посадка была очень ранней, поэтому в закрутку я насыпала землю. И сегодня тоже по краю теплицы высажу его, посмотрю, потому что культура эта для меня совершенно новая. Говорят, что борщ с ним изумительный. Вот именно это я хочу попробовать посадить его в этом году. Салатик. Первый я посеяла тоже совсем рано. Это яролаш мой любимый. Посмотрите, тоже пришлось его закрутку раскручивать и засыпать землей. Видно, что он не хватает азотика. Немножко бледноватый. Но сейчас я маленькими куртиночками рассажу его в землю. Почва, кстати, уже очень хорошо прогрелась. Вы видите, что закрыта она была у меня полиэтиленом. И вдоль всей гряды я нагребла три гребня. Средний гребень для посадки томатов и два гребня по краям для посадки зелени. Надо вам сказать, что земля в гребнях прогревается гораздо быстрее. И на сегодня я пришла, еще солнце только появилось, померила температуру. Температуру почвы была в гребнях 15 градусов. Это замечательная температура при условии, что ночью был небольшой минус. Смотрим дальше. Капустка ранняя. В прошлом году я тоже садила ее из закруток. Сейчас я ее посажу просто в землю. Но не удается у меня капуста, если рассаживать ее по стаканчикам. То ли я ее заливаю, то ли еще что. Но в прошлом году высушенная из закруток ранняя капуста. Три сорта я сажу. Это экспресс, это казачок и очень люблю грибовскую. Старинный сорт. Но какая она сладкая. Небольшие качанчики. Но какая она нежная. Так вот, в прошлом году таким же способом из закруток прямо в землю высаженная капустка для доращивания. И затем пересаженная в грунт открытый. Дала мне вилки во второй половине июня. Да какие вилки! Сочные, довольно крупные. Лакомились всей семьей. Следующее. Это салатик, посеянный позже. Здесь у меня дубачик, яролаш и смесь разноцветных сортов. Как-то так называется. Вот. Еще, пожалуйста, шпинатик. Шпинат взошел не очень хорошо. Но, в общем-то, есть что посадить. Кроме этого, посажу из семян. Рядом со шпинатом петрушка. Я пришла к выводу, что никаких гряд с петрушкой не надо. Буквально по краю, вдоль поликарбоната я сажу кустиков 10. И нам на 4 семьи хватает в избытке. И на зиму, и на потребление в свежем виде. Потому что петрушка обладает удивительным свойством. Ее срезаешь, даже полностью. И она моментально, после небольшой подкормочки, отрастает. Вот такие у меня сегодня закрутки, которые мне нужно посадить. Чем я сейчас и займусь. Ну вот. Редиская часть салата посажена. Было это нетрудно, довольно быстро. Сейчас я ее очень тщательно пролила. И сорт от сорта отгородила палочками, вырезанными из малины. На эти палочки накинул крыльной материал. Потому что редиска сейчас должна находиться в притенении для приживания. А вообще редиску я пересаживаю иногда даже уже совсем большую. Она прекрасно переносит пересадку. У меня в этом опыт большой. Когда посажу часто, тороплюсь, то потом выбираю часть, рассаживаю и получаю урожай больше. Вот капустка, немного подсажу, потом еще. Вот салатики, посаженные букетиками. Вот это салат Яролаш. Вот еще не рассаженные, вынутые, развернутые в закрутке салат. Смесь скороспелых сортов. Посмотрите, как хорошо он зашел. И салат Дубачик. Сейчас я их тоже букетиками рассажу, полью тщательно, прикрою. И будет у нас рано салат. Сейчас он нальется зеленью, раскудрявится, начнет расти. Потому что все эти закрутки были у меня в лоджии застекленной. Там им было, в общем-то, неплохо, но в земле высаженной сейчас есть возможность сформировать хорошую корневую систему. А затем и набрать хорошую листовую маску. Ну вот, высадила петрушечку, буквально 10-15 корней. Высадила шпинат. Он не любит частые посадки. Высадила кориандр. На раннюю зелень принесла лучок. Лучок вымочила почти сутки в джой рассада. Это лучок выборок свой. Еще принесла лук. Всякие отсевки. Сорт Геркулес купила очень мелкий. И вот всю мелочь откалибровала. И сейчас посажу ее тоже в теплицу. Она долго будет давать зелень. Ну, в общем-то, во все сроки зелень нужна. Где-то через месяц она даст полноценное вкусное перо. Ну вот, пристроила все свои посадки. Притянила их. Именно притянила, потому что при той погоде, которая сейчас у нас, можно было оставить все до укрытия. Без укрытия. Но, коль скоро растения только пересажены, им нужно, чтобы они были во влажном состоянии, без прямых солнечных лучей. Именно это поможет им быстро прижиться, нарастить новую мощную корневую систему и начать развивать объем листьев. Земля у меня рыхлая, плодородная. Полив я обеспечила им обильный, достаточный. Ну, теперь будем ждать, когда они приживутся. Надо вам сказать, что я просто удивлена, насколько теплая земля в гребнях. Я вам уже говорила, что вдоль всей гряды я насыпала три гребня. Я заложила сено в середину гряды, в траншею. Два слоя сена, два слоя земли. И сделала довольно высокий гребень. И по краям я тоже землю собрала в гребни. Так вот, в этих гребнях под полиэтиленом земля прогрелась основательно. Это очень хороший способ ускорить посадку растений в теплице. Потому что в холодную землю не любит никто из растений. Всего вам доброго, друзья. Обильных вам урожаев и крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова